И я вам рассказываю простым и понятным языком о сложностях и удивительных вещах итальянского языка. Сегодня мы будем с вами учиться делать совершенно новое. Сегодня мы будем с вами учиться не употреблять глагол фары. Вы скажете, чем провинился глагол фары? В общем-то, ничем. Более того, на первых порах, когда мы только начинаем учить язык, он нам отлично помогает, потому что, как я шучу и говорю своим студентам, с помощью глагола фары и слова коза можно сказать почти все. В чем проблема? Ваш уровень растет, но вы также продолжаете использовать глагол фары много и часто. Хотя, фактически, для каждого выражения с глаголом фары есть синонимичное специальное выражение. Если вы научитесь использовать хотя бы половину глаголов из сегодняшнего видео, вы прокачаете ваш уровень, а главное, увеличите ваш лексический запас. И говорить с вами будет гораздо интереснее. Поэтому давайте пойдем вместе и посмотрим сразу на примеры. Но прежде чем разобрать с вами некоторые предложения, которые я для вас подготовила, я предлагаю вам подписаться на мой канал на YouTube initaliano.school по той самой причине, что здесь никогда не бывает скучно. Поверьте мне, я всегда буду готовить для вас новые интересные темы. А также приходите в гости на мои аккаунты в социальных сетях. Инстаграм – это initaliano, телеграм и фейсбук – initaliano.school. Контент не пересекается, так что, поверьте, мы вместе с вами можем узнать много всего нового. А сейчас пойдем смотреть на примеры. Итак, первый пример. Сделать ошибку. Знакомо наверняка. Вместо того, чтобы говорить о фактотропи рори на ль тест, давайте научиться. И давайте учиться и будем говорить о комесотропи рори на ль тест. Глагол кометтере. В этом контексте заменяет глагол фаре. То есть вместо того, чтобы сказать фаре у нерори, давайте пробовать говорить кометтере у нерори. Обратите внимание, глагол появляется из словечка меттере, из глагола меттере. Поэтому, конечно же, форма participio passato будет такая же неправильная. Меттере – мессо, кометтере – комессо. О комессо тропи рори на ль тест. Но это не касается нас с вами. Пример номер два. Классика. Фаре уна фото. По-итальянски мы с вами фаре уна фото. Учимся заменять глагол фаре в этой конструкции на глагол скатаре. Скатаре уна фото. Например, вместо того, чтобы сказать Глагол скатаре прошу любить и жаловать. Заменяем, 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 все заменяем. И идем дальше. Наше классическое. Ну, каждый студент знает это выражение. Фаре и компите. Сколько раз мы говорим это. А в этой фото тут и компите. Попробуйте заменить глагол фаре в этом выражении на глагол свольджере. Это будет синоним, но это будет гораздо, скажем так, лексический шаг на другой уровень. Вместо того, чтобы говорить АВЕТЕ ФАТО ТУТТИ И КОМПИТИ, спросите АВЕТЕ ЗВОЛЬТО ТУТТИ И КОМПИТИ, И ВЫ БУДИТЕ ЗВОЧАТЬ ПО-ДРУГОМУ. Пример номер четыре. ФАРЕ АТЕНЦИОНЕ. ДОВЕТЕ ФАРЕ АТЕНЦИОНЕ. Сколько раз вы слышали эту фразу? Давайте научимся в этом выражении заменять глагол фаре на глагол престаре. ПЕРКЕ СИНОНИМО ДИ ПРЕСТАРЕ АТЕНЦИОНЕ. ЛИ СТУДЕНТИ ОДЖИ НОН ФАНО АТЕНЦИОНЕ. Зачем? Давайте скажем по-другому. ЛИ СТУДЕНТИ ОДЖИ НОН ПРЕСТАНО АТЕНЦИОНЕ. РАГАЦЪ, ПРЕСТАТЕ АТЕНЦИОНЕ. Отличный глагол. Пожалуйста, начните его использовать. А мы с вами идем дальше. Опять же, продолжаю учебную тему. Конечно же, по-итальянски можно сказать ФАРЕ Л'УНИВЕРСИТА. Абсолютно без проблем. Можно сказать ФАЧО ИЛ ПОЛИТЕКНИКО ДИ МИЛАНО. ФАЧО ИЛ СЕКОНДО АННО. Но вместо глагола ФАРЕ в этом контексте можно использовать глагол ФРЕКУЕНТАРЕ. ФРЕКУЕНТАРЕ. Посещать, ходить куда-либо с регулярностью. Как правило, как раз это касается учебных историй. ФРЕКУЕНТАРУН КОРСО О ФРЕКУЕНТАРЕ Л'УНИВЕРСИТА. Так давайте же вместо того, чтобы сказать ФАЧО ИЛ ПОЛИТЕКНИКО ДИ МИЛАНО, скажем с вами ФРЕКУЕНТА ИЛ ПОЛИТЕКНИКО ДИ МИЛАНО. Это будет звучать гораздо круче. Идем дальше. Классика. Классика жанра. ФАРЕ-СПОРТ. Кто из вас не знает этого выражения? Все знают наверняка. Но поверьте, что ФАРЕ-СПОРТ мы тоже можем смело заменить на глагол ПРАТИКАРЕ. А на глагол ПРАТИКАРЕ. ФАРЕ-СПОРТ ЭСИНОНИМО ДИ ПРАТИКАРЕ СПОРТ. И вместо того, чтобы сказать ОФАТО КАЛЧО ПЕР ДЕЦИ АННИ, вы можете сказать ОПРАТИКАТУЛ КАЛЧО ПЕР ДЕЦИ АННИ. А ДЕСЮ БЕ. ОЗМЕССО ДИ ЖУКАРЕ КАЛЧО, МА ОПРАТИКАТУЛ КАЛЧО ПЕР ДЕЦИ АННИ. И вместо глагола ФАРЕ поставить глагол ПРАТИКАРЕ. Идем дальше. Идем дальше. Нас ждет выражение номер семь. Выражение номер семь. Это ФАРЕ-ФАТИКА. ФАРЕ-ФАТИКА – это напрягаться. Делать что-то с усилием. Когда что-то для совершения каких-то действий, вы вкладываете много сил. Напрягаться одним словом. И в СОММА, АБЕМО ФАТИКАТУ ТРОППА ФАТИКА ПЕР АРИВАРЕ КУИ. Оборот суперразговорный. Но не забывайте, пожалуйста, что у нас есть и просто глагол ФАТИКАРЕ. И я могу сказать АБЕМО ФАТИКАТУ ТРОППО ПЕРАРИВАРЕ КУИ. Давайте учиться делать нашу речь более разнообразной. Пример номер восемь. Сейчас он очень актуален. ФАРЕ-СКАЛО. ФАРЕ-СКАЛО. Когда вы делаете пересадку, когда из пункта А в пункт Б вы не можете долететь на одном самолете, например. И тогда вы должны ФАРЕ-СКАЛО. ФАРЕ-СКАЛО – это синонима Я могу сказать Используйте оба выражения. Они оба прекрасны. Не зацикливайтесь на глаголе ФАРЕ. А мы с вами идем дальше. ФАРЕ-СКАЛО. После того, что мы с вами здесь сделали, наверняка всем захотелось себя чем-то порадовать. Например, сладким. И мы можем с вами приготовить десерт и описать это действие глаголом ФАРЕ. ФАРЕ-СКАЛО. Не забывайте, пожалуйста, что когда вы используете глагол ФАРЕ на кухне, как правило, вместо него вы можете поставить просто глагол ПРЕПАРАРЕ. ПРЕПАРАРУН ДОЛЧЕ. ЛА НОННА ФА ТОРТЕ БОНИСИМЕ. ЛА НОННА ПРЕПАРА ТОРТЕ БОНИСИМЕ. Глагол ПРЕПАРАРЕ к вашим услугам. Номер десять. ФАРЕ УНА ПАСЕДЖАТА. Чем применилось? Ничем. Но хотела вам опять же напомнить, что вместо того, чтобы сказать О ФАТТУ НА ПАСЕДЖАТА, вы можете использовать и сам глагол ПАСЕДЖАРИ. Он тоже у нас в итальянском языке есть. И, например, фразу МЕНТРЕ ФАТШЕВУ НА ПАСЕДЖАТА ОИН КОНТРАТУ ЛУКА вы можете смело заменить на фразу МЕНТРЕ ПАСЕДЖАВУ ОИН КОНТРАТУ ЛУКА. Не забывайте, пожалуйста, о такой возможности. И нас ждут последние два примера. Последние два примера. ФАРЕ ТАРДИ. Сколько раз вы слышали ОФАТТО ТАРДИ, ОФАЧО ТАРДИ. Это опаздывать, дословно делать поздно. ФАРЕ ТАРДИ. Так вот, ФАРЕ ТАРДИ ЭА СИНОНИМО ДИ РИТАРДАРЕ. У нас с вами есть прекрасный глагол, как вы видите, они растут. А он растет тоже из слова ТАРДИ, но вы можете использовать просто его отдельно. То есть, вы можете сказать ФАЧО ТАРДИ ЧИНКУ МИНУТИ, МА РИВО. Да, АСПЕТТАМИ, ПЕР ФАВОРЬ, ДАЖДИСЬ МИНЯ, ПАЖАЛЛАССТА. ОПУРЕ РИТАРДО ЧИНКУ МИНУТИ, МА РИВО. Пользуйте, пожалуйста, этот глагол. И пример под номером двенадцать. ФАРЕ ПАУРА КУАЛКУНО. Вы наверняка знаете АВЕРЕ ПАУРА, БОЯТСЯ. Но у нас с вами еще есть ФАРЕ ПАУРА, ПУГАТЬ, дословно делать страх. Все понятно. Так вот, ФАРЕ ПАУРА КУАЛКУНО Э СИНОНИМО ДИ ИМПАУРИРЕ КУАЛКУНО ОПУРЕ СПАВЕНТАРЕ. Да, то есть импаурире и спавентаре это два глагола, которые вы можете использовать, чтобы не использовать глагол ФАРЕ. И тогда, если вы хотите сказать СТАЙ ЧЕРКАНДУ ДИ ФАРМИ ПАУРА, ты пытаешься меня напугать, СТАЙ ЧЕРКАНДУ ДИ ФАРМИ ПАУРА КОН ТУТТЕ КУЭСТЕ ФРАЗИ, вы можете мне сказать СТАЙ ЧЕРКАНДУ ДИ ИМПАУРИРМИ О, СТАЙ ЧЕРКАНДУ ДИ СПАВЕНТАРМИ НО, НО, НО ПАУРАРИТЕ. Да, я тебя не боюсь. И, в общем, итальянской грамматики я тоже не боюсь. Таким образом, вместо того, чтобы говорить ФАРЕ ПАУРА, вы можете использовать или глагол СПАВЕНТАРЕ, или глагол ИМПАУРИРЕ. Как вы видите, мы взяли с вами только 12 фраз. На самом деле их гораздо больше, но я думаю, что мы продолжим с вами эту тему. Пожалуйста, не пытайтесь запомнить сразу всё. Эта идея обречена на провал. Возьмите 2-3 выражения, которые вам приглянулись, и в следующий раз, когда у вас почти-почти-почти будет желание поставить глагол ФАРЫ, замените его на более специальный глагол. Поверьте, именно такими маленькими, небольшими шагами ваш лексический уровень, ваш уровень владения языком будет неуклонно и постоянно возрастать. И мы помним с вами, что язык – это никогда не просто цель. Язык – это дорога, по которой вы идёте. И ваша задача, и задача вашего преподавателя – сделать этот маршрут, этот путь интересным и увлекательным. Поэтому приходите, пожалуйста, на мой сайт, приходите в социальные сети. Я буду стараться делать ваш маршрут интересным и увлекательным. Бона джорната а тути, грации э, а ла просима. И ещё, если вы хотите эту презентацию в подарок, чтобы держать у себя её на компьютере, на планшете, как свой личный файл, подпишитесь на мои социальные сети и попросите у меня в сообщении или в комментарии эту презентацию. Я вам её пришлю, без проблем, мне не жалко. Грации и а ла просима. Чао-чао. Грации и а ла просима. Грации и а ла просима. Грации и а ла просима. Грации и а ла просима.